54% у правящей партии «Грузинская мечта» – миллиардера Бедзина Иванишвили, и меньше 38% в сумме у четырех партий, которые выступают против пророссийского курса мечты. Такие данные огласил Центр сберком Грузии по итогам обработки 99% бюллетеней. К ним добавятся данные лишь с единичных участков за рубежом. По данным Дедполов, оппозиция уверенно набирала более 50% голосов. Теперь же ее представители оценивают выборы как, цитата, «тотально сфальсифицированные» и «конституционный переворот». Все четыре, прошедшие помимо мечты в парламент Блока, еще вечером в субботу отказались признавать результаты выборов и участвовать в работе нового парламента. Две авторитетнейшие международные организации, независимо друг от друга, провели опросы с почти идентичными результатами. Суммарное преимущество четырех главных оппозиционных сил перед грузинской мечтой в более чем 10%. И тем не менее, в опубликованных ЦИКом результатах все перевернуто с ног на голову. Это не просто попытка украсть голоса в поддержку одной партии. Это попытка украсть у всей Грузии ее европейский выбор. Легитимность выборов отказалась признать и грузинское отделение влиятельной международной организации Transparency International. Там отметили беспрецедентное количество нарушений в ходе голосования. В частности, речь идет о множественных нападениях на независимых наблюдателей и журналистов. И о задержаниях полиции не агрессоров, а жертв избиения. А наблюдатели от ОБСЕ, помимо этого, отметили еще и случаи вброса в бюллетеней заранее заполненными пачками. Удастся ли в такой обстановке правящей партии заставить недовольных смириться с такими результатами выборов? Пока вопрос открытый, отмечают эксперты. В любом случае, легитимность этих выборов под вопросом. И очень многое будет зависеть уже от оценки международных наблюдателей, от признания этих выборов государствами Евросоюза, Соединенных Штатов и так далее. Россия уже приветствовала результаты выборов. Ну, так что нас ждут довольно напряженные дни. Уже на воскресенье анонсированы первые митинги протеста. На вечер воскресенья анонсировано и обращение к нации президента Саламы Зорубишвили. Произошедшие события чрезвычайно печальны из-за ущерба, который они наносят нашей репутации. Показывают слабость и раскол в обществе. Призываю всех не позволять запугивать себя насилием. Зорубишвили известно как однозначно прозападный политик, но по грузинской конституции исполняет лишь представительские функции. Вся власть в стране у парламента. И председатель мечты Ираклий Кабахидзе уже поспешил заверить, что даже с депутатами от одной только его партии, высший орган власти будет полностью легитимен и сможет нормально работать. Свою победу партия уже отпраздновала митингом, на котором выступил и ее основатель Бедзина Иванишвили. Амэр Тбилиси, экс-футболист и член правящей партии Каха Каладзе, объявил, что у оппозиции, цитата, «нет возможности устроить в стране переворот или революцию». Я поздравляю всех грузинских избирателей с их выдержкой и мужеством. Вы главные авторы нашей победы. Целый миллион человек пришел вчера на участки, чтобы проголосовать за мир. Спасибо вам все, дорогие соотечественники, за то, что так любите и поддерживаете нас уже четвертые выборы подряд. Грузинская мечта правит Грузией уже 12 лет, то есть с того момента, когда она оттеснила в оппозицию единое национальное движение Михаила Саакашвили. В нынешней кампании партия использовала для плакатов фотографии разрушенных украинских городов, противопоставляемых нетронутым грузинским, и называла себя «партией мира». От курса на евроинтеграцию мечта формально не отказывалась. Он даже записан в Конституции страны. И с 2023 года Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако за последний год, несмотря на масштабные протесты, парламент, контролируемый мечтой, принял аналогичные российским законы о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и об иностранных агентах. После этого Евросоюз переговоры о вступлении заморозил. А вот Россия за две недели до выборов еще больше расширила безвизовый режим для граждан Грузии. Теперь они могут находиться в России безвиз целый год, а не три месяца, как это было раньше. Однако до восстановления прерванных войной 2008 года дипломатических отношений пока дело так и не дошло. И продолжаем говорить о последствиях парламентских выборов в Грузии с моим коллегой, корреспондентом ДВ в Тбилиси, Юрием Решито. Юра, добрый вечер. Как обстановка в городе? Спокойно. Привет, Лен. Спокойно. А как в Тбилиси вообще отреагировали на результаты выборов? Тебе удалось с кем-нибудь поговорить? Ну, ты же понимаешь, у всех своя правда. Конечно, мы говорили и с теми, и с теми. Если я говорил, например, сегодня с представительницей ЛГБТ-сообщества, девушка, которой 24 года, она сказала, все, я монатки собираю и уезжаю в Европу, потому что невозможно больше жить. Законы, которые принимают здесь, это законы, под которыми ЛГБТ-сообщество строжно жить, особенно его активистам. Мы только что упомянули это в сюжете моего коллеги. Правозащитники, НКО, тоже другой закон, который был принят, который тоже осложняет работу и практически делает невозможной. Тоже очень боятся, что гайки будут закручиваться, все будет сложнее и сложнее. Пенсионерка, с которой я говорил, сказала, главное, чтобы не было войны. Лишь бы не было войны, это самое главное. И с правящей партией не будет войны, потому что правящая партия в предвыборной кампании делала ставку на мир и сказала, только с нами будет мир, мы с Путиным не будем ссориться. Хотите Украину, хотите войну, пожалуйста, выбирайте оппозицию. Что они сделали? Повесили плакаты с разрушенными украинскими городами и с грузинскими прекрасными городами. Киев протестовал, ничего не произошло. То есть я что хочу сказать? Конечно же, были нарушения, но еще раз говорю, у каждого, так сказать, свое мнение. И в принципе, здесь, в Белисе, наверное, в целом все-таки, если говорить про Тбилиси, да, это такой немножечко пузырь, то в целом, наверное, конечно, люди больше не довольны, потому что здесь очень много сторонников позиций. И здесь правящая грузинская мечта получила наименьшее количество голосов. Но в целом из действий уже есть люди, которые вполне довольны. Юра, а как в Грузии относятся к россиянам? Все-таки то, что Абхазия, то, что есть часть территории по-прежнему оккупированной России, никто про это не забыл. Как относятся к ним на этом фоне? Нет, конечно, никто не забыл. И крайне отрицательно относятся все к российской политике. Я бы не сказал, что к россиянам, потому что, в принципе, в Тбилиси каждый второй турист говорит на русском. И еще раз говорю, здесь как бы все нормально. Но ведь есть россияне, а есть российская политика. И есть крайне негативное отношение грузин к тому, что делает Россия в Украине. Поэтому здесь как бы нужно немножечко различать. Были попытки с российской стороны до выборов. Лавров сказал, что если правящая партия останется у власти, мы можем помочь уладить Абхазию, Южную Осетию. И, конечно же, это пусть и не прямое вмешательство, но намек на то, что, может быть, правящая партия будет как-то договариваться и с Кремлем. Вот ты сказал про нарушения. Что про них известно вообще? Какие-то были нарушения, насколько они были массовые? Ну, нарушений было много. Но что бы прям вот массовые нарушения, которые бы повлияли массово на характер или на исход этих выборов, об этом речи не было. И, кстати, ОБСЕ сегодня, признав нарушение, сказала, что в целом результаты воров признаются. Они состоялись, они признаются. И, в принципе, все было нормально. Нарушения были... Мы видели, как, значит, мужчина один на избирательном участке. Я пихал, я не люблю это слово, но он прям пихал, значит, эти бюллетени в урну массово. Причем странно, что кто-то это все снимал на телефон. Как бы в России это тоже происходило, да? Но там, ты же помнишь, там эти камеры наблюдения все снимали. А здесь вот прям кто-то снял. Были случаи избиения. Об этом мой коллега Андрей тоже сказал сейчас в сюжете. К сожалению, одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Оппозиция утверждает, что их били представители власти. Мы не можем об этом судить, потому что ведется расследование. Кстати говоря, там, где бюллетени пихали в урну, там, значит, заведены уголовные дела на этого человека. И те результаты выборов не были признаны ЦИК. Хотела тебя спросить, вчера у нас в комментариях многие спрашивали, что же такое за метки на руках у голосующих грузин оставляли на участках. Можешь про них поподробнее рассказать, что это вообще за процедура с этими метками? Ну, значит, процедура такая. Смотри, чтобы народ повторно не голосовал, опять же, чтобы предотвратить фальсификации повторного голосования, людям просто, значит, на пальчик сначала ваткой протирали спирт, а потом наносили такой светящийся флюоресцентный, или как это называется, состав. И, собственно говоря, если он у тебя светился, а потом так, хоп, аппаратиком просвечивали, если он светился, значит, ты уже выбирал, значит, тебя еще раз не пустят. Это как раз такое современное средство защиты от фальсификаций. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил про реакцию оппозиции. Можно ли говорить, что крупных все-таки уличных протестов в Тбилиси, может быть, в других городах не будет? Я не знаю, будут они или нет, Лен, я понятия не имею. Но в данный момент все спокойно. Как я тебе сказал уже в начале, пока никаких абсолютно намеков на протесты нет. И надо понимать вот что. Я сегодня говорил с одним политологом, она мне четко сказала, что когда люди пару месяцев нажат, здесь, в Тбилиси, 300 тысяч человек, вот за мной, пожалуйста, площадь свободы, выходили днями, неделями, протестовали против этого закона, который, значит, против иностранных агентов, который называется на самом деле против иностранного влияния. Так они год назад выходили, и они добились, что закон не приняли, они в этом году вышли, и у них не получилось. Закон все равно приняли. Но тогда у них была надежда, что они что-то смогут предотвратить. Сейчас, когда выборы прошли, когда даже ОБСЕ сказала, что в принципе, да, признаем результаты выборов, против чего протестовать. Плюс холодно в Грузии, не так тепло, как летом. Юрий, спасибо тебе большое. Будем следить за тобой, за событиями в Тбилиси вместе с тобой. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что это был Юрий Решеток, корреспондент Deutsche Welle из Тбилиси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok